Здравия, воин! Ну и пришла пора для очередного разбора происходящего Хроники Безумия. Уже даже не знаю, какая часть, потому что я начал это разбирать в прошлом своем ролике о том, что происходит сейчас. И сейчас пришла пора немножко поговорить про экономику, про ожидаемый коллапс, плановое разрушение экономики. И тут как нельзя вовремя, в кавычках, подоспела новость про 9.11 в Казани. Почему 9.11 и какое-то значение имеет? А оно имеет такое же значение для России, как 9.11 для США, где установлен был де-факто фашистский режим. Все для блага американцев, естественно. И вот примерно такое же значение, как для мира, имело 9.11 полностью сфальсифицировано. То же самое, такое же 9.11 произошло и для нас в Казани, и почему-то на мой день рождения. В этот день, кстати, очень много интересных, в кавычках, событий произошло. И в храме, на храмовой горе подожгли. Иудеи есть видео, что не могло не остаться незамеченным Хамасом. И началась, по сути, небольшая заварушка. Насколько она будет небольшой, я тоже немножко расскажу. Позже. Поэтому мы продолжаем предыдущий разбор о том, как все было. Да, и держу в курсе, как и обещал, о непонятном упорстве ИП Агутина, который каким-то образом зачем-то подал в арбитражный суд Орловской области. Мне, наверное, хреново как-то рассказывали общие правила подсудности и подведомственности. Да и я ни хрена не понимаю, тупой я юрист, почему к физлицу он подает в арбитражный суд. И почему в другую область. Ну, в общем, он подал какие-то документы в исполнении определения обоставления жалобы, заявлений и обездвижения. Как суд отреагирует? Не знаю, жду результатов этого шоу. Каким бы ни был результат разборок, я отменю это на второй инстанции. Я терпеливый. Мне спешить некуда. Мне это нездоровое шоу, просто, ну, весело. Ладно, мы идем дальше.